Здравствуйте! В эфире программа «Азбука потребителя» с вами Мария Бодрова. На самарском рынке красоты появился новый тренд. Все чаще открывают студии, которые обещают сделать ваши зубы белоснежными. Так вот, что за процедура отбеливания зубов? Насколько она эффективная и может ли быть она вредной? И что такое белая диета? Разберемся по буквам. Красивые белые зубы, как предмет роскоши, украшают своего хозяина. В наше время с помощью технологии отбеливания зубов эта роскошь становится доступна каждому. Но насколько безопасна процедура отбеливания и какой вариант отбеливания лучше выбрать? В качестве модели я решила выступить сама. Белозубы улыбкой похвастаться не могу. В стоматологию, признаюсь, идти боялась после отзывов друзей. Неоднократно слышала, что это болезненная процедура и вредная. Благо, прогресс не стоит на месте. И теперь сделать зубы белоснежными можно с помощью специальных срез. Зона улыбки – это 8 верхних зубов и 8 нижних. Меня предупреждают, процедура проходит в 2 этапа по 20 минут. Никаких болезненных ощущений я, по идее, испытывать не должна. Так называемая зубная чистка не имеет ничего общего с отбеливанием. В первом случае удаляется зубной камень. Отбеливание же бывает нескольких видов с помощью специальных средств в капах, зубных паст, полосок и гелий. Наш вариант – именно гель. Наносится гель на зубную эмаль, подносится ультрафиолетовая лапа. И клиент сидит где-то в течение 20-30 минут под лампой. Тем самым, то есть, обеспечивается пигментация о зубной эмали. Абсолютно белых зубов не бывает. Под зубной эмалью находится дентин, естественный цвет которого – желтый. Оттенок зубов зависит от того, насколько прозрачна эмаль. Нормальный цвет зубов может быть разных оттенков – желтого-белого и серо-белого. Цвет зубов зависит от генетической предрасположенности и от образа жизни человека. Если вы решились на отбеливание при помощи геля, здесь тоже есть свои нюансы. Надо обязательно уточнить состав гелей, на котором работает студия. Именно производитель геля и состав геля. То есть, в наших гелях состав идет глицерин, ментол и 6-процентный пероксид карбамида. То есть, там отсутствует перекись водорода, что уже влияет на эмаль. Совершенно безврядная и безопасная процедура как для зубов, так и для здоровья. За одну процедуру зубов в среднем становится светлее на 4-12 тонов. Но следует понимать, что технология отбеливания – это не волшебство. И даже суперинновационный гель не сможет сделать ваши зубы белее их природного цвета, который может варьироваться в зависимости от генетических особенностей каждого человека. Эффект сохраняется от 6 месяцев до 2 лет. То есть, это все индивидуально, в зависимости от образа жизни человека. То есть, влияют такие факторы, как курение, допустим, какие-то красящие вещества. Самое сложное в процессе отбеливания даже не то, что приходится сидеть 20 минут. Проходят они, честно скажу, быстро. Перед тем, как сделать процедуру, вам в обязательном порядке должны сообщить – хотите белые зубы, придется сесть на диету. Чем меньше вы будете ее соблюдать, тем быстрее эффект пропадет, а значит и вложенные в него деньги. В течение двух дней нельзя будет ничего кушать красящего. То есть, я уже говорила, это соусы, шоколад, кетчупы. Нельзя будет курить, в том числе как сигареты, так и кальяны. То есть, обязательно нужно придерживаться этой белой диеты, после чего у вас сохранится этот эффект. Поры на зубах после процедуры особенно восприимчивы к красящим пигментам. Поэтому лучше избегать курения и красящих напитков, как чай и кофе, в течение 48 часов после отбеливания. Но в идеале две недели. Процедуру рекомендуется производить не чаще одного раза в месяц. Отбеливание имеет очень стойкий эффект, поэтому для поддержания белоснежной улыбки вам достаточно отбеливать зубы один раз в год. Но стоит понимать, что это опять же при минимуме злоупотребления всем красящим. До начала процедуры у меня был 18-й тон, теперь 6-й. Получается, что зубы у меня стали белее на 12 тонов. Ослепляющие белыми, как корректор, мои зубы не стали. Я, конечно же, ожидала эффекта, как на картинке. В моем случае они должны, наверное, были еще и автоматически выпрямиться. И я не учла того, что белее, чем заложила матушка природа, зубы не станут. Но разница действительно есть. И факт, что ушел желтый, неприятный оттенок. Отбеливание зубов – это все же косметическая процедура. Но не забывайте, что за ними еще и надо ухаживать. Надеемся, наши советы были вам полезны. До встречи в программе «Азбука потребителя». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова